Душевные встречи Душевные встречи И как в этой хрупкой маленькой девочке умещается такой сильный голос, удивлялась тогда педагог. А в ней, как оказалось, помимо таланта, заключался сильный характер и большая тяга к русской культуре. Даша выбрала фольклорное направление. Она понимает, для чего она поет. Это очень важно. Зачем не только музыцирует, а она еще и несет смысл, потому что она знает, что это народная культура, что это истоки, это предки, это род. И я говорю, Даша, пой, потому что твоим голосом поет наш народ. Это напутствие педагога оказалось не напрасным. Прошла сложный конкурс в Гнесинку. 30 человек на место. Оказалась в семерке лучших. Не осталась незамеченной и на прослушивании в оркестр войск национальной гвардии. Стала солисткой оркестра. Первая моя поездка была на Камчатку. Это, конечно, та поездка, которая запомнится на всю жизнь, потому что первые эмоции с оркестром, ты уже как солист, и все серьезно. Выступление с оркестром по всему миру. Гастрольная деятельность не только закалила, она помогла обрести себя. Если меня спросить пять лет назад, какое я испытываю чувство на сцене, наверное, это было бы волнение, возможно, какая-то неуверенность, но я работаю над этим. И сейчас моя задача, когда выхожу на сцену, я несу людям творчество, я несу культуру в массы, поэтому это моя миссия. В направлении эстрадного фольклора Даша будет развиваться и дальше. Ее мечта – создать собственную шоу-группу и заниматься стилизованной народной музыкой, обязательно осуществится. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.